40 тысяч тонн нефти в день. Процесс непрерывный на всех трех месторождениях. Сахалинская нефть миллионами тонн уходит по трубопроводу на материк. Около 250 километров нефть течет под землей и под водами Татарского пролива. Место назначения – Хабаровский край, село Де Кастре, нефтеотгрузочный терминал. На Сахалине нет глубоководных портов, которые бы располагались в близости от проекта. Поэтому наиболее оптимальным с этой точки зрения выглядел Де Кастре. Это особенное место, это особенные люди, это особенная команда. И много уникальных инженерных идей реализовано во время строительства этого терминала. На этом объекте принимают, анализируют, хранят и отгружают Сахалинскую нефть в разные города России и другие страны. В этом году нефтеотгрузочный терминал Де Кастре отмечает свое десятилетие. С первого дня работы объекта здесь действует точная, отлаженная и безопасная система приема и отгрузки черного золота. Именно в такие емкости Сахалинская нефть поступает с острова в Де Кастре. Здесь она хранится до момента отгрузки в море на танкеры. В одном таком объекте помещается более 100 тысяч кубометров нефти. Нефтеотгрузочный терминал Де Кастре – это две площадки. На суше располагается помещение для приема и анализа нефти. А в заливе Чехачева работает морской объект – самый большой в мире выносной одноточечный причал для отгрузки нефти. За работой терминала на суше ежедневно следят порядка 130 человек. Павел Степанский работает в самом сердце терминала уже 10 лет. Он следит за передвижением нефти на всем пути следования – от Сахалина до материка. От действия оператора в этой комнате зависит, когда принимают и куда отгружают сахалинскую нефть. Зависит безаварийная работа терминала. Это самое главное, основное. То есть постоянный контроль от входа нефти в терминал до поступления на танкер. За качеством сырья следят в десятках лабораториях. Анализы по пяти параметрам. Плотность наличия воды, солей, серы и механических примесей. Также проверяют давление паров и температуру застывания. За все время работы у специалистов терминала качество нефти сомнений не вызывало. Наша сахалинская нефть, она малосернистая. В ней очень маленькое количество парафинов. То есть в отличие от других нефтей, она такая вот живая, она легкая, она подвижная прям нефть. Такое чувство, что вот она прям живет своей жизнью. После анализов и проверок нефть в резервуарах дожидается отгрузки на танкеры. Последние шесть километров она проходит через трубопровод залив Чехачева. Здесь через выносной одноточечный причал нефть перекачивают в танкеры. На суше все операции с нефтью выполнены. Теперь к работе приступают специалисты в море.